Юрий Игнат, спикер командования военно-воздушных сил Украины. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Да, приветствую вас. Итак, очень сложные были минувшие выходные для нашей страны и для наших сил ПВО. С 5 на 6 августа российские оккупанты совершили один из самых мощных комбинированных ударов по Украине за последнее время. И беспилотники, и крылатые ракеты авиационного, морского базирования, кинжалы. Подняли в воздух 14 стратегических бомбардировщиков Ту-95 для запуска 20 ракет Х-101-555. Юрий, было тогда несколько волн атаки, украинское ПВО уничтожило 30 крылатых ракет и 27 ударных дронов. Спасибо нашим защитникам неба за этот результат. Но отдельно хочу у вас спросить, вы можете предположить, зачем такое количество бомбардировщиков противник тогда задействовал? Мы знаем, что их суммарный залп 14 бомбардировщиков, 112 ракет. То есть это еще и некое какое-то психологическое давление на нас? Ну, не раз уже писали некоторые, скажем так, люди, которые публично писали о том, что суммарный залп такой-то, столько-то лет. Делается это по простой причине, спешка публикаций. И берут за основу данные с открытых источников. В Википедии обычно есть вся информация о том, какое максимальное количество ракет может нести тот или иной тип самолета. Ту-160 в два раза больше может брать на борт Ту-95 и меньше. Ну и умножить количество самолетов, которые взлетели с Ангельса или с авиабазы Оленя или от куда-то другого места. И таким образом можно посчитать суммарный залп 100 ракет. Ну, в принципе, ни разу такого не было, чтобы сразу 100 ракет летело с носителей воздушных. Они берут максимум половину загрузки. Вот это то, что я так вспоминаю по наших последних публикациях. Не последних, а во всех публикациях, которые были. В частности, могут 8 самолетов запустить 6 ракет. То есть даже меньше, чем по одной на борт получается. Ну, цель, в принципе, понятна. Тренировка личного состава, слетанность в режиме именно боевых действий. Это выход в район пусков, то есть перелет с аэродома в район пусков. Выход на рубеж пусковой и оттуда запуск ракет. Либо этот настоящий пуск одной ракеты, а кто-то делает именно имитационный пуск. Возможно, просто молодежь обучается. Поэтому тут ничего удивительного нет. Плюс, знаете, даже если половина ракет не выпускали, с каждого самолета, это было бы очень много. И эти ракеты очень быстро бы у них закончились. Поэтому они рационально стараются использовать их, ну, минимизировав большую потерю именно этих средств. Понятно. То есть арифметика была такая, Ту-95, и 8 ракет может нести, и в 14, 8 на 14, и 112. Да, вот. Понятно. Но у противника свои задачи. Слаженность полетов, отработка каких-то пусков. Если летит такое количество бомбардировщиков, это совершенно не означает, что все будут полностью заряжены. Кто-то... Ну, отрабатывают свои задачи там в небе. Ясно. Знаете, я хотел... Да. Я хотел отдельно спросить по ракетам, вот этим ХА-101-555. Примечательная деталь касательно этих ракет, и на нее обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Последний раз эти ракеты враг запускал 26 июля, а до того 26 июня. И эти сроки удивительным образом совпадают с производственными мощностями оккупантов по выпуску ракет данной модификации в сутки. То есть полторы-две ракеты в сутки. Где-то так. Юрий, не говорит ли это о том, что враг сейчас, оккупанты, перешли исключительно на применение того, что изготовили? Ну, конечно. Это видно по нескольких месяцах, крайних, за лето, за весну, видно приблизительно, какое количество ракет враг использует. 100. Была названа цифра 100 ракет. Это представители генерального штаба завел. То есть они посчитали там весь специальные подразделения, которые могут проанализировать эту информацию. Ну, в соответствии с разведкой вместе, да, в консультациях и так далее. Ну, и ракет разных типов. Идет речь о баллистических, аэробаллистических кинжалах и крылатых. Вот 100 ракет. Ну, приблизительно такое количество они и выпускают. То, что нам известно, то, что у нас зафиксировано. Поэтому с колес, понятно, так же они делают и с шахедами. Выпустили, вернее, получили, давайте так говорю, выпустили, получили такую-то, такую-то партию. И на том или ином направлении начинают запускать. Как вы знаете, шахеды запускают с разных сторон уже, с разных мест. Базирование этих установок. Это и Краснодарский край, и оккупированный Крым с двух точек. Ну, и, соответственно, аэродром Сещебрянской области и Курская область. Вот это основное направление, откуда летят сегодня шахеды. Тогда, наверное, исходя из таких вот подсчетов, да, можно, наверное, приблизительно, я имею в виду, сколько они изготавливают и сколько запускают. Можно приблизительно спрогнозировать следующую атаку с применением, в частности, таких ракет Х-101-555. Ну, они не по времени же смотрят, да, по задачам, которые они хотят выполнить, по целям, которые они хотят поразить. Они изучают, что происходит в Украине, как действует наше руководство, как перемещается техника и так далее, и так далее. То есть у них есть своя цель, и они будут привязываться, ну, не к дате, там, допустим, а к задачам, которые они хотят выполнить. А если вот говорить о датах и о задачах, точнее, о периоде, который наверняка будет непростым для нашей стороны, есть ли сейчас какие-то предпосылки, опасения, что враг сейчас может накапливать свои смертоносные ракеты для ударов по нашим объектам энергетики в осенне-зимний период? Опасения такие будут, пока идет эта война. Зимой, как вы знаете, потребление электроэнергии очень серьезное, увеличивается, световой день уменьшается, отапливаемый сезон, многое зависит именно от электроэнергии, поэтому очевидно, что противник захочет делать и такие террористические шаги, как были прошлой зимой, но есть и другая информация, что столько ракет и дронов у них уже нет, чтобы бить в таких объемах, как это было год назад. Противник понял, что не приносит это результата и сейчас накапливает какое-то количество ракет, но все-таки, чтобы доставать далеко, нужны ракеты высокоточные дальнобойные. Это калибры Х-101, Искандеры, ну и кинжалы, соответственно. Если кинжалы будут тратить на такие объекты, ну просто кинжалы это одна из самых дорогих ракет, ну так же, как и Х-101. Поэтому это не только дорого, но и хлопотно, но и долго. Ракеты быстро не делаются. Еще возвращаясь к последним атакам российских оккупантов, они не впервые выбирают целью военный аэродром в Минецкой области, в Староконстантинове. И вот во время последней атаки ракеты несколько раз меняли курс и траекторию. Что это за тактика? Пытались наверняка и запутать наших защитников в небо, и, вероятно, рассчитывали застать и наших летчиков на этом аэродроме врасплох. Ну, врасплох наших летчиков не застанешь. Ну, любой личный состав, который находится на аэродроме, это разные авиационные специалисты. Врасплох застать трудно, потому что есть уже информация о том, что готовится удар, есть информация о том, что вылетели ракеты, есть определенные мероприятия, которые доенное командование принимает к вниманию и дает определенные команды, что, где и как делать. Есть алгоритм действий, уже он отработан и так далее, и так далее. Ну, плюс, почему так двигаются они? Ну, в принципе, всегда, всегда крылатые ракеты и дроны, прокладывая им маршрут, оккупанты делают все для того, чтобы запутать наше командование, запутать наше ПВО и обойти ее, как можно больше ракет, чтобы просочилась сквозь наши оборонные редуты, я имею в виду ПЗРК, зенитные комплексы, зенитно-ракетные комплексы, авиацию, и как можно больше ракет пришло к цели. Но в то же время вот эти вот маневры, когда они летят вроде как на запад, потом возвращаются обратно с Львовской и Хмельницкой области, ну, говорит еще о том, что хотят вот такими действиями действительно отвлечь внимание там и ударить одновременно. Вот в тот день, когда били по строку, ну, прошлый раз, кинжалы вылетели и, ну, скажем так, синхронно ударили парадромы вместе с крылатыми ракетами. То есть, почти одновременно. То есть, ракеты крылатые с запада летели, с юга, а кинжалы уже подлетели с севера. То есть, такое впечатление, что ракеты, ну, если смотреть на радар, то, что они ждут специально, пока кинжалы прилетят, чтобы вместе ударить. Ну, если можно так простым языком объяснить. То есть, хотели одновременный удар и крылатыми, и аэробаллистическими ракетами. Ну, в общем, да, противник изощряется, да, тоже совершенствуется. Ну, пытается поразить просто, да, если бы еще какое-то было оружие, они бы еще чем-то ударили. То есть, тут, да, чем больше ракет одновременно, тем больше шансов поразить технику. Но, я же, как уже сказал, наши и летчики, и другие авиационные специалисты уже знают, как действовать в той или иной ситуации, как прятать технику, как выводить ее из-под удара, как это было в первые дни войны. Поэтому противник своих задач, в принципе, не достигает. А теперь давайте о наших ударах. Накануне, в воскресенье, 6 августа, стало известно о двух прилетах в районе моста вблизи Чангара и двух прилетах в районе моста на Рабатской стрелке. Это два ключевых, мы знаем, да, автомобильных моста, логистические пути оккупантов, которые соединяют временно оккупированный с Крым, с временно оккупированными регионами Херсонской области. Сейчас известно, что КПП Чангар закрыт для проезда, оккупанты используют другие, более дальние пути. Юрий, расскажите подробности этой атаки, те, что можно рассказать. Вот что сейчас можете озвучить в эфире. Ну, почти ничего. Почти ничего. Да, то, что уже известно, то и известно. Мы видим вот эти вот такие красивые точные удары прямо по центральной размере. Красиво, да. Это говорит о том, что оружие у нас мощное, оружие у нас точное. Да, такие объекты, как мосты, нужно подрывать по всей логике, так и по всех учебниках, скажем так, саперов, нужно подрывать снизу. То есть, это опоры и так далее. Но, как видим, современное высокоточное оружие позволяет делать это и сверху. Поэтому мосты, все логистические цепочки врага, я думаю, что и другие там, и железную дорогу и так далее, все, что поставляется врагу этими маршрутами, нужно уничтожать. Это было сделано и раньше. Антоновский мост, помните, силы обороны, вывели из строя. Жалко, конечно, наши мосты все-таки когда-то строились, и так далее, он украинский имеется. Но, я думаю, все это восстановим уже после нашей победы. А враг не получит достаточное количество орудий для убийства украинцев. И сможем побольше бы такого высокоточного оружия. Я имею в виду и крылатые ракеты, западные, и баллистические, которые приводят к красивым результатам. А можно ли уточнить, если можно, какое именно высокоточное оружие было использовано? Пропагандисты писали, что это якобы шторм-шедов британский. Ну, ни для кого не секрет. Вчера были события, вчера был у нас день наших повитренных сил. Президент и высшее руководство военно-политического государства было на этом мероприятии. И президент даже автограф поставил на одной из ракет, на ракете «Скальп» французского производства. Поэтому, что было точно сказать трудно, но догадываться можно. У нас есть и «Скальп», уже и «Стормшедоу». Хотелось бы иметь и «Таурус» немецкую. Да-да, кстати, сейчас вот как раз стали говорить, что возможно... Еще мощнее и, возможно, дальше нужно смотреть на практике, как проявила бы себя эта ракета. Но тут решение за нашими партнерами немецкими, которые очень помогли бы Украине. Украине нужны такие ракеты для того, чтобы полетить. Так, ну да, будем ждать и хороших новостей по поводу ракет «Таурус». Еще хочу уточнить по поводу, опять же, последних атак оккупантов. Ведь вечером, 5 августа, во время воздушной тревоги по нашей стране, воздушные силы Украины предупредили о запуске ракет с территории Беларуси. Мы знаем, что в последний раз Украину обстреливали с территории Беларуси в октябре прошлого года, тогда использовали дроны. И сейчас вот наша разведка говорит, что это, вероятно, был электронный пуск или имитация пуска. И, мол, таким образом российские войска, которые сейчас находятся на территории Беларуси, пытаются втянуть армию Лукашенко в войну против Украины. Что вы можете, Юрий, сказать по поводу этой провокации? Ну, это один из мельчайших, я бы сказал, таких вот провокационных шагов. Потому что, ну, что такое электронный, или как их называют, фальш-цайт. Это метка, которая появляется на радаре. Как бы цель видна, но ее на самом деле нет. Средства РЭП могут такое делать. Но тут же речь самая обычная и банальная, скажем так. Это больше заголовки наших средств, информации и телеграм-каналов, нежели сама новость. Новость была в том, что враг применил в дежурный раз авиацию МиГ-31 и выпустил по Украине кинжалы. Кинжалы были, да, лично видел, как они летели. Видел эту траекторию полета. 7500 была скорость зафиксирована. У нас кто-то хочет перебить. Не получится. Да. Кинжалы, вы лично видели, да, 7500 скорость? Ну, конечно, 7500 скорость, поэтому влетели они с района Тамбова. Естественно, если посмотреть, где находится Става Костянтина, можно понять, что использовалась просто часть воздушного пространства Республики Беларусь. Вот и все. Не в первый раз это делается. Оттуда начинали свои атаки на Киев во время полномасштабного наступления. Речи о том, что с территории России была баллистика, нет. Речь о том, что просто ракеты кинжал пролетали, возможно, над частью небольшой территории Беларуси. Естественно, дежурный на телеграм-канале видит. Естественно, нужно что сделать? Быстро, мгновенно написать за 10 секунд сообщение. Кинжал летит. Я скорость вам озвучу. 7500 км в час. Поэтому Киевская область в укрытие, Жетоневская в укрытие, Хмельницкая в укрытие, соответственно. Ну, увидели царь уже на территории непосредственно Беларуси, которая там зацепила воздушное пространство. Нет, 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 нет. Поэтому обычное дело. У них там на территории Беларуси есть и войска российские, есть и Вагнер российский там у них. Поэтому ничего нового. И авиация там тоже российская стоит. А подождите, кстати, об авиации российской. Мониторинговая группа Белорусский ГАЮн сообщила, что на минувших выходных с белорусского аэродрома Барановичи в Россию вслед за вертолетами вылетели 9 вражеских истребителей. Они прошли через Могилевскую область, после чего пересекли границу с Россией. И большинство из этих самолетов, летательных аппаратов находились в Беларуси в течение 202 дней. Такая передислокация, с чем она может быть связана? Что это за маневр такой? Не могу сказать, не знаю, но ничего удивительного. Сегодня улетели, завтра вернулись. Либо же есть потребность в каком-то обслуживании регламентном, сезонном обслуживании и так далее. Одни самолеты улетели, другие на их место прилетели. Тут, я думаю, что тоже не нужно из-за поводелства. Авиация, мобильный вид вооруженных сил, поэтому, вернее, тут скорость их возвращения считанечис. Ну и знаем, что московский аэропорт Внуково накануне был парализован. Были задержаны около 25 рейсов на вылет и на прилет. Местные власти говорили, что какой-то неопознанный беспилотник пытался прорваться в российскую столицу. Был введен так называемый план «Ковер». И потом заявили, что был уничтожен украинский дрон в районе Подольска. И вот, значит, что происходило внутри аэропорта Внуково. Демонстрировались и кадры якобы нашего дрона. Что вы можете сказать об этом инциденте? Ну, все спрашивают, где российское ПВО. Можно, да, троллить россиян, конечно, и таким способом. Но хочу сказать сразу, что беспилотники – это то новое вооружение, которое стало одним из символов этой войны. Как есть артиллерия и так далее, и ракеты. Беспилотники сбивать трудно. Летят они, казалось бы, низко, казалось бы, медленно, но цель сложная. Мы видим это по шахедам, как непросто наши силы обороны отражают эти атаки. Ну, и Россия сейчас тоже борется с этими беспилотниками. Это Москва, это люди, которые были далекие от войны, которые говорили, что война их не касается. Сегодня живут в воздушных тревогах и во внутренней тревоге, скажем так. Они уже прекрасно понимают, что просто так это все закончиться не может. Нужно понимать, во что их ввязал преступный путинский режим. Юрий, какие на сегодняшний день последние новости по перспективам F-16? Было сообщение, что союзники передали нам уже для наших пилотов, летчиков, некие симуляторы такие, в которых можно уже проходить обучение в управлении F-16. Симуляторы, это, конечно, хорошо, но нужно больше. Нужны уже тренажеры полноценные авиационные, которые будут отображать почти на 100% кабину настоящего самолета, где могли бы проходить подготовку наши военные украинские летчики. Пока что речь идет о странах, которые нам будут помогать, которые входят в состав авиационной коалиции, где первые группы пилотов будут уже обучаться там. Конечно же, в перспективе будет центр обучения в Украине на разных площадках. Мы думаем, потому что страна большая, бригады будут рассредоточены, как и сейчас, в принципе, по разных частях нашей страны. Поэтому нам нужно думать о перспективе, действительно, не только о том, чтобы получить самолеты, но и обслуживать их, ремонтировать их и обучать летчиков на тренажерах. Это процесс очень щепетильный, долгий, но все-таки нам уже от этого никуда не деться. Это уже наше будущее, мы должны с этим жить. Поэтому ждем отправки пилотов уже этим летом в одну из стран, которые будут их обучать. Что ж, да, ждем. Спасибо, Юрий, вам за эту беседу. Напоследок, коротко скажите, оперативная ситуация сейчас в воздушном пространстве Украины. Вот несколько минут назад была воздушная тревога над всей восточной частью. На данную секунду что наблюдается? На данную секунду я вам могу буквально коротко сказать, что активность вражеской авиации есть. Сейчас наблюдается около 15, скажем, может, минимум 15 воздушных целей на территории Украины оккупированной. Естественно, что не залетают противники. Много беспилотных летательных аппаратов, около 5,6. И, естественно, самолет-ретранслятор работает. Ил-22, воздушный пункт управления. Ну и истребитель, несколько истребителей Су-35, которые сейчас, возможно, будут применять и управляемые авиабомбы, как это они делают. Ну, в основном, ночь прошла тихо. Работали наши силы обороны по вражеским БПЛА. Один, может быть, два точно сбиты, то, что мне сообщали. Ну, сейчас более-менее тихо, скажем так, как для понедельника тихо, громко было с субботы на воскресенье. Да, да, это правда. Ну, сейчас такое относительно затишье в небе, но не скажешь об этом, что творится уже внизу, да, как силы обороны дают оккупантам огня. Да. Что ж, верим в наших защитников неба, верим в наши силы обороны. Спасибо за мужество и профессионализм. Спасибо вам, Юрий, за вашу работу и за эту беседу. Юрий Игнат был в нашем эфире, спикер командования военно-воздушной силы Украины. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.